Ну да, смотри, он, короче, в них пуляет, а если нажать Space? А Space-то если нажать? Или это у него такое... Друзья, а чего он ничего не делает? Я Space хочу, в смысле? Чпоньк! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и сегодня мы с вами продолжаем проходить кампанию в игрушки ТАПС. В прошлой серии мы с вами остановились на том, что прошли, собственно, все уровни с новыми юнитами, и теперь нам предстоит, используя их, победить другие фракции. И на первом же уровне нам дается целых 5 и 8 тысяч монет. Охренеть, это реально очень много, потому что против нас вроде как два мамонта, чуваки с палками, чуваки с копьями, щитовики, и, получается, парни с топорами. Но с другой стороны, у мамонтов, конечно, просто дохрена хп. Священный слон, давай священного слона поставим против двух мамонтов, мне кажется, это будет справедливо. Хотя один на два как-то не особо, но он же, блин, священный, как бы. И у нас остается 800, я также поставил этого челика за 3000, посмотрим, что он умеет. И как бы, как бы, как бы на 800 двух вот этих пацанов и одного вот такого. Все, проверяем. Звездец, вы снесли моего слона, а что так жестко-то? Ну, зато сейчас вот этот чувак затащит. Да-да-да, давай, братан, ты покажешь мастер-класс, пожалуйста. Ну, так, подожди, этого слона он, типа, заколдовал. Он его то ли блочит? Я, если честно, так и не понял, что он делает. Типа, слон просто не мог встать. Он такой хочет вернуться, у него это не получается сделать. Но, тем не менее, мы победили. Так, окей, переходим к следующему уровню. Вообще, у меня сегодня в планах, наверное, дойти, скажем так, уровня, возможно, до этого. Мне вообще казалось, что мы эту кампанию пройдем за две серии. Но, походу, нам понадобится три. Потому что, блин, ну, реально это сложно. Окей, два слона поставить. Скорее всего, эти Т-рексы их просто разнесут, потому что их слишком много. Можно поставить одного хироманта и сюда вот этих челиков накидать. Но, опять же, смотри, раз, два, три, четыре, пять. В кучу их ни в коем случае ставить не надо. Блин, капец, они, конечно, жесткие. Да, смотри, короче, этот парень, он реально их как-то стопит. Вот, смотри, охренеть. Изивин. Капец, это что за инсталляция в современном музее, я что-то не понял. Окей, собственно, у нас закончилось первопытное время. И начались всякие вот эти крестьянские замесы. Чувак с косой. Парни в сене. Окей, классик, в принципе. У нас есть две шестьсот. На хрономанта не хватает, к сожалению. Священного слона здесь поставить, не знаю, эффективно или нет. Да, поставим чуваков с книжками, мы их еще не смотрели. И на шестьсот купим, например, вот этого. Да, в принципе, он один с чуваками в сене разделаться на изи должен. Но я хочу посмотреть на пацанов в книжках. Точнее, с книжками. Ух, ё. А, ну да, точно, они же все взрывают. А вот это неожиданно, кстати, было. Вот, конечно, вот эти приколы в тапсе, когда ты реально не замечаешь каких-то чуваков. Ну, типа, серьезно. Он такой, думаю, ну, стоит, стоит. А это, оказывается, наши, блин, вороны. Так, окей, что-то в этот раз пошло не так. Так, этих я использовать, конечно же, не могу. Странно, что мне их вообще дали. А, да? Помните, мы с вами в прошлой серии открыли этого чувака? Я его, оказывается, могу использовать. Секретные войска использовать можно. Только в том случае, если они открыты. Они у меня почему-то не открыты. Может, потому что я их не открывал? Хорошо, проверяем. Ух, нифига. Точно, они же спавнят круги. Правда, что эти круги делают, я вообще в душе не чаю. Не, ну они, в принципе, жесткие. Смотри, нормально справляются. Вот этот косарь, конечно. Так, братан, сейчас к тебе вороны прилетят, и тебе, скорее всего, звездец. А ты можешь еще один круг такой выпустить? Это же прям реально эпично было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Во-во-во, нормально, нормально, круг. Так, этот круг его как-то хиляет вообще? Нет, походу не хиляет. Хорошо, ну смотри, одного, в принципе, оставить можно. Вопрос лишь в том, как потратить оставшиеся 1400 монет. Ну, давай вот так. Или нет, подожди. Так это ж чуваки, блин, с биополем. Им вообще пофиг должно быть. Ага. Ну да, да, конечно. Вот когда я против них был, мы кого только не пробовали. И Зевса за 2000. И, блин, там, не знаю, лошадей в них пускали. Ставим священного слона, типа, выпускаем, как говорится, бычка. И на оставшиеся 600 берем чисто, короче, вот так вот. Блин, ну священный слон, он должен не просто ходить и топтать. Он должен быть, типа, у него должен быть какой-то скилл. А скилл-то как раз-таки в том, что наверху сидит императрица и его защищает. Вот это прикольно. И все. И осталось две вороны. Изи! Изи! Господи, какой же ты крутой слон. То есть ты понял, да? Именно та фишечка заключается в том, что слон, он, если доходит, он просто топчет, нанося гигантский урон. Но при этом у него наверху есть стрелок. Видите, вот такой прекрасный мадемуазель. Который просто фигачит то ли стрелами, то ли копьями. И просто всех разносит, находясь даже на дальней дистанции. Что очень круто. Окей, переходим к следующему уровню. И здесь у нас 4000 монет. Но при этом очень дофига чуваков. А чуваки, кстати, с вилами, да? Да, то есть смотри, по сути, сюда можно очень хорошенько чем-нибудь шмальнуть. А шмалять у нас умеет кто? А у нас умеет доблестный паладин. Да, 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 да. Он, короче, берет молот и фигачит в них. Это идеальная тактика. И у нас остается еще 2400. Охренеть. Священного слона, в принципе, по центру пустим. И звездную эгиду. Блин, ну и название, конечно, звездная эгида. А дай-ка мне звездную эгиду. Сейчас посмотрим, что она умеет делать. Вкл-выкл фпс. Эээ, что? А, вид от первого лица, типа. А что она вообще делает-то? Она как-то стреляет, нет? Нет, я просто не успел понять, уже откинулся. Блин, капец, стана замочили. И осталась одна императрица, которую тоже снесли. Жестко! Сейчас что-то вообще не пошло. Хрономанта и двух, короче, этих. Попробуем так. Да, он реально их блочит, прикинь. Точнее, просто замирают в пространстве. Смотри, как это офигенно смотрится. Во-во-во-во-во-во. Сейчас он еще психанет. Вообще нормально будет. Бам! Офигеть! Блин, это реально самый эпичный боец. Боец. Это, короче, даже, по сути, эпичней. А что мы проиграли-то? Это, по сути, даже эпичней, чем... Риппер. Блин, он такие из солдат просто фигуры делает. Охренеть! То есть, получается, вот этот дурачок выжил. Все абсолютно откинулись. И мы проиграли, да? А, еще волшебник жив, да? Здравствуйте. Да, он жив, окей. Но было неплохо. Вот эти чуваки, по-моему, не вывезли вообще. Следовательно, их можно заменить на каких-нибудь вот таких. Только немножко поставим, чтобы балансик содержался. Точнее, соблюдался. Блин, конечно, чуваки на тачках. Это что-то. Это, блин, что-то. Он летает. На тачке до него не добраться. Проблема в том, что... Блин, реально, он их подкидывает. Они замирают. После чего падают. И еще плюс наносится урон из-за того, что, ну, типа, падение с высоты. Это прикольно. Поражение, да, в смысле? Че? Как так-то? Короче. Четыре тысячи. А два священ... Два священных слона хреново, потому что у них сейчас эти тачанки прилетят. А если двух книжников? Точнее, четырех. Посмотрим. О-о-о! О-о-о! А вот это неплохо, кстати. Звиздец. Как так происходит? Было четыре солдата, через секунду остается один, его просто догоняют и все. Смотрим. А можно мне вот этого дать? Во! Че он делает? Ну, че-то делает. Блин, а прикол, короче, за этого жесткого поиграть. Че попробуем? Мне кажется, там такое управление, что звездонешься. Так, можно встать? А можно встать? Мне сейчас как-то это... Того самого. Левая кнопка мыши. Отошел. А че не теремся-то? Ой. 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 Звиздец. Так, хорошо. Тогда играем за жесткого. Вот так вот. Ну да, смотри, он, короче, в них пуляет. А если нажать Space... А Space-то если нажать... Или это у него такое... Парню с яблоком просто здесь нечего искать. Мы на прошлый уровень потратили, наверное, минут 10. Может меньше. 4 500. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 просто звездец только используя ландшафт прячась за непонятными какими-то текстурами можно пройти этот уровень тем более играя только как бы за бойцов самому когда ты их просто ставишь я не знаю покажите мне или напишите в комментариях какую-то схему для прохождения этого уровня чтобы я ничего не делал я пробовал расставить всех бойцов по-разному абсолютно разному у меня не получалось ничего сделал таким образом чтобы можно было стрелять самому и прошел этот уровень это было реально потно четыре с половиной тысячи рыцарь барды и просто дохренища лучников это такая бесполезная фракция здесь все очень хреновые а здесь реально неплохой получается божественный судья он прям классный потому что он когда стреляет он стреляет в кучку и эта кучка разлетается от взрывов потом это прикольно но блин вот эти вот чуваки по 500 вообще никчемные храноман да неплохой но смысла от него нет потому что он вроде как летает а вроде как и нет до него могут все достать и остается 300 но это что поставим просто реально после уровней которых ты проходишь там за 40 минут играть вообще не хочется ты настолько сильно с ними блин запариваешься тебе надоедает все а это все-таки компания здесь должен быть какой-то не знаю какая-то свобода какая-то изюминка что ты типа можешь сыграть так а когда ты получаешь блин извините меня непроходимые уровни ты просто блин забиваешь на все так окей сейчас папа покажет мастер-класс что такое space что такое space так давайте сделаем так лучше я так не делал понятно ну смотри тут лучников победить можно только единственным путем если взять и поставить вот эту вот хрень и стрелять этой хренью непосредственно в лучников тут нужно поставить реально несколько самых дешевых чуваков просто на отвлечение за 200 монет на отвлечение ты прикинь как это дорого нас бомжи там по 50 монеток были ли поскольку здесь 200 а выбирать не приходится блин понимаешь 1 и 2 короче вот так и играем за вот этого просто отправляем эти штуки максимально далеко они походу кстати даже не управляется ими невозможно управлять а нет возможно ладно не гоню не гоню окей они типа как-то просто хаотичненько летят немножечко вроде нормально только так потому что автоматически он не будет понимать что стрелять нужно именно блин получненько потому что не представляют наибольшую угрозу все мы выиграли компания в которой ты сам должен играть для того чтобы выиграть функция есть есть у нас получается осада мы стоим тут нас окружают и нужно что-то придумать за 4000 монет щиты копия все плохо хотя не все нормально смотри ой зевс 2 отчет забыл минус зевс реально минус зевс чуваки вы немножечко сюда лучше подойдите соло закрывают соло понимаешь знаешь насколько это преисполненный просто playing чуваки я как бы перезаряжусь вы не парьтесь мне не сложно про другие там убежали ребят это бы вас хочу здесь всех видеть потому что если я спущусь и скорее всего разобью здесь о идут голубчики нормально вам чё за спецэффекты не понял чур сговаривают дори дори да 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 минус соло просто закрываю соло вот это я понимаю использование локации это круто так окей минотавры зевсы и наши любимые короче снейк арчеры по моему они раньше по-другому выгодили змеи прям не были настолько натянутыми но окей так что у нас по деньгам 5000 ну по факту та же тактика просто ставим никчемных бойцов на отвлечение ставим двух вот этих челиков ну еще вот этих можно чего нормально а вот играем сами за книжников просто отправляясь а блин змеи а змей это хреново а змей как раз таки суету наводят я забыл про змеи но они к стиме не что-то кусают вообще может из-за того что я типа божественный дофига крутой изи просто изи реально змея блин бедная ко мне прилетела начала меня кусать и укусила только не знаю на пятый раз что ли но кстати мы в таком дебе все-таки откинулись ладненько переходим к следующему уровню и это у нас ледяные войска валькирка кстати нифига то эпично спинку выгнулась нормально нормально так и не получается защищаются да то есть мы здесь ставим да я понял у нас есть 6000 раз все будет максимально плохо я это понимаю он даже трансформироваться не успеет ну конечно хорошо в таком случае нужно ставить 6 книжников хотя валькири щас к ним полетят нужно просто взять управление у ю 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 Нужно хрономанты как-то спрятать. Не знаю как, но как-то. И, по сути, судьи тоже. Вот тогда это будет, возможно, эффективно. Смотрим. Вот. А вот это уже поинтересней. Это реально интересней. Потому что они отвлекаются на наших бомжей, а мы пока что с фланга начинаем заходить. Ну, охренеть, сколько здесь берсерков. Просто офигеть. Ну, кстати, смотри, долго держится. Реально долго держится. Это может сработать, но проблема в том, что вот эти чуваки должны хоть как-то дамажить. Разработчики! Я знаю, что вы не посмотрите мое видео, но у меня очень важный к вам посыл. Не делайте такие кампании. Жопа от них горит, понимаете? Не надо так. Кампания, по кайфу. А можно вот так, а можно вот так. А я побеждаю. Круто. Смотрю других юнитов, смотрю другие локации. Нет, блин, нужно делать, как будто это какой-нибудь там хэппи вилс. Лайк, если в теме. И 100% импосибл левел. Нахрена? Валькирии он не успевает заблочить. О, кстати! Кстати! Ты подожди, ты же летать умеешь. Сейчас было все охренено до того момента, пока он с крилями не упал, блин, в пропасть. Чувак, с крилями умер от того, что просто упал. Понимаю. Слушай, классно они, конечно, его перепрыгивают. А не надо к ним идти, зачем? Не надо. Ну, поздно, конечно. Сейчас, вы прикинь, просто вся эта волна берсерков в обрыв. А давай так и сделаем, реально. Это ж... Такое красивое прохождение уровня будет, что просто пипец. Вот сейчас, смотри, он с ними разделается. С валькирками тоже. Все, идут берсерки. Идут берсерки. Сейчас будет 300 IQ мув, чуваки. Если не больше. Больно, больно. Ну, туда очень много чуваков свалилось. Не свались, пожалуйста, не свались. Мы выиграли. Да ладно, еще кто-то живой? Давай. У меня на секундочку сердечко просто заколотилось. Ну, да, конечно, когда ты выигрываешь такие уровни, приятно. но... Не надо так делать. Пожалуйста, не надо. Это очень сложно. Так, окей, давайте еще один уровень, я думаю, пройдем. Да, вот этот, короче, заканчиваем. И на следующей серии нам останется 4, 8, короче, 12 уровней. Хорошо, что у нас здесь? Опять же, эти тупые, блин, берсерки. Вот это очень жесткие чуваки. У них ХП. Просто до хрена. Берсерки, чуваки с ХП и щитовики с топорами. Допустим, сколько у нас денег? 6 тысяч. Опять же. Но здесь уже так не получится воспользоваться локацией на самом-то деле, потому что здесь все заблокировано. Что-то поют там нормально. Здесь можно их зато раскинуть вот так по флангам. Ох, нифига. И опять же, мы очень быстро проигрываем. Буквально за секунду какую-то. Давай так попробуем. А можно трансформироваться как-то, нет? Братан! Трансформация! Во, нормально. Давай, энчантикс. Это даже не успел, капец. Откинулся сразу. Ой, пацаны с топорами сейчас. Что? Что? А такого раньше не было. Ты понял? Они походу изменили скиллы персонажей. Кстати, было близко, сейчас было неплохо, реально. Теперь они умеют какие-то ледышки из-под земли просто спавнить, офигеть. Все, и ты тоже можешь превратиться, пожалуйста? Вот, найс, найс. Все, сейчас мы выиграли. Сейчас мы выиграли. Они не смогут. Просто, чуваки, я вас не верю. Да, изи. Изи катка. Изи, изи катка. Они по сути себя же заблочили в этом льду. Ну да, такой себе скил, если честно. Им только интересно, кто это делает. Пацаны с медвежьей как бы шкурой на голове или нет? Все, изи. Окей, чуваки, мне кажется, что на этом данный видосик можно завершить. Сегодня были реально напряженные катки и я действительно рад, что мы смогли с вами их пройти. Если вам понравилось данное видео, можете поставить ему палец вверх. Также не забывайте писать в комментариях, в какие игры мне поиграть еще. Ну а с вами был Аж Дакстер. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok